Вы подняли серьезную тему. Я уже говорил, что любой вопрос поднимает серьезную тему. И у него есть слушатель этого вопроса. Как минимум один. Это кто-то его задал. На самом деле, этими темами интересуются тысячи людей. Каждая тема интересуются сотни тысяч людей. Но ваша тема особо важна, потому что изучение, которое называется книги по теме Мусара, очень важны. Объясню людям, которые не в курсе и не знают. Это еврейские книги, которые... Общее направление, скажем так, связку этих книг берем. Вот у меня стопка книг, и вот стопка книг, и все это, скажем, Мусар. Что это значит? Эти книги, они объясняют нам Тору и конкретизируют в рамках поведения. Значит, они нам конкретизируют межчеловеческое поведение. Не общее, а конкретное. И развивают, объясняют, разъясняют. Таких книг очень много. Я не буду перечислять, тем более вы уже некоторые из них видите. Но вы спрашиваете, задаете справедливый вопрос. Как мне радоваться жизни? Я изучаю эти книги, и не радуюсь. Что мне делать? Какие другие книги? И даже вы без перевода написали. Я очень в эти книги углубился, вы пишете. И вот появляется вроде бы Ерат Шамам. Ерат Шамам – это почитание небес, уважение небес, скромность. Это хорошие черты. Ерат Шамам – это очень необходимая линия поведения. То есть иметь совестливость. Шамам – это небеса. Ера – это иметь перед небом, иметь какое-то преклонение, уважение и прочее. Это появляется. Но радость жизни с этим не появляется. Что мне сказать? Дать вам еще три книги не поможет, потому что существо – есть одна проблема, которую вы не пишете, и не думаете об этом. Наверное, не думаете. А именно, проблема ваша, она касается двух людей, а не только вас. Эти два человека – это один – это вы, вы читаете эти книги. Второй – это уже не человек, это будет Творец Мира Всевышний. Вы о нем упомянулись. Это второе. Я сказал человек, я оговорился. Два явления есть. Человек и второе – это Всевышний. Если нету Всевышнего, что сказать? Тогда и радости нет, и ничего нет. А если Всевышний, как вам помочь? У вас все есть. Но что теперь проблема другая? Это все равно, число два мы никуда не уйдем. Она относится к вам. Я не знаком с вами. Я не знаю, почему этих данных недостаток, чтобы радоваться. Я вам хочу помочь. Это не зависит от книг, потому что если, как вы спрашиваете, какие еще книги, я вам еще пять посоветую книг, 25 книг, но вы же все равно не будете радоваться. Уже дело не в книгах, а в понимании, что жизнь ее подарил Всевышний, подарил Творец Мира. И он что-то хочет от нас. И он берет на себя помогать нам. И поэтому, если мы радуемся, вы, вы радуетесь тому. Каждое утро вы посыпаетесь. И вы радуетесь, что вы выбраны для чего-то красивого и хорошего. Почему я так уверенно говорю? Потому что от Всевышнего бывает только красивое и только хорошее. И для того, чтобы вы справлялись с этим заданием, он открывает свою книгу, он свои секреты открывает, он свои установки открывает. И вы все это имеете, вы пользуетесь. И вы сами говорите, что вы изучаете это. Значит, этому надо радоваться каждое утро. Вот вы проснулись и только подумайте об этом. Что эти книги показали, что Всевышний открыл перед нами самого себя. Вот это основа радости. Это не еще 25 книг. Основа радости даже с одной книг. Что открыл вам свою истинные, свои секреты. Он нам их открыл в горы Сина и потом дальше, и дальше. Вы все это хорошо понимаете и знаете. И приобщи нас к этому. Мы часть этого клуба. И клуб очень VIP называется. И VIP, я не знаю, как по-русски сказать, я говорю английское выражение. VIP. Very important person. Очень важный человек. Вы важный человек. Вы очень важный человек. Все мы важные люди. Как не радоваться? Почему нет радости? Теперь вы, видимо, не можете перевести это на конкретные формы. Видимо, потому, что конкретные формы для вас внешние. Радоваться – это танцевать и веселиться. Это называется радоваться. А просто… Во-первых, это тоже часть радости. И хороший юмор, и шутка – это часть радости. Но есть еще часть радости. Это внутреннее осознание – мне повезло в жизни. Уже с этим можно жить. Уже не надо изучать книги Мусара, о которых я еще расскажу немножко, пару слов. От того, что мне повезло, достаточно. А почему повезло? Я думаю, что вам тоже повезло. Но вы не осознали этого. Потому что совсем не каждый человек знает эти вещи. Ему не надо знать все книги. Ему надо знать, что Всевышний его выбрал и открыл перед ним книгу. Вот, пожалуйста, дорогой, читай, думай, приближайся, радуйся. Будь евреем. Вы проевреем, прежде всего. Вы точно знаете мои советы не евреем. Это тоже ведут к радости. Но моя задача – это показать еврейскую радость. Еврейская радость – это в том, что Всевышний нас избрал для этого. Не чтобы командовать другими людьми, а для этого, чтобы знать его, думать о нем, хотеть к нему приближаться. Для этого нас Творец выбрал. Это не основа для радости. А теперь для полного комплекта я расскажу, почему возникло движение Мусар. Это возникло во второй половине XIX века. И главный пропонент этого и, так сказать, родоначальник был великий раввин Исраил Салантер из Литвы. Он вырос, родился, был в Литве, в городке Салант. Поэтому называется Салантер из города Саланта. А Исраиль – это его имя. Вы же знаете прекрасно, кто. Знаете уже, где он жил. И он был большой, как сегодня сказали бы, знаток, ученый в области Торы. И он почувствовал, чего-то нам в мире не хватает. Возможно, что он почувствовал то, что и вы. Что вот даже Ират Шамаем, это преклонение перед Всевышним, это тоже не дает радость. Нужно что-то, чтобы дало радость. То есть нужно вникнуть и вдуматься. Поэтому движение Мусара – это то, чтобы вникать и вдумываться в то, что есть. Это не отдельные книги. Потом были написаны что-то, чтобы помочь. Но он брал то, что есть. И его идея была взять и вместе, поодиночке, как хочешь, читать и вдумываться. И переводить все на язык. Надо же, Всевышний выбрал меня для этого. Надо же, как это умно и хорошо. Это и есть движение Мусар. Мусар – это переводится как «связанный вместе». То есть евреи, которые связаны в одну группу. Это называется движение Мусара. Для них Тора – серьезная вещь. Они изучают для изучения. Не для денег, не для зарплаты, не для продвижения на службе. Они изучают Тору ради Тора. И они связаны вместе, общностью судьбы. Вот это я вам перевел слово «движение Мусара». Еще раз скажу, оно возникло в второй половине XIX века. И пошло дальше, потому что у Исраа Салантера был правильный еврейский взгляд на мир. Он понимал, что надо иметь учеников. Так в наших книгах говорится. У него были десятки учеников. Из них пять знаменитых, которые создали пять ешип, пять мест, где этот метод изучается, по размышлению, раздумыванию. Пять учеников его сделали, 25 учеников. И сегодня большинство так называемых литовских ешип – это у нас три категории ешип. Литовские ешипы, хасидские ешипы и сефардские ешипы. В литовских ешипах этот метод принят и считается важным. О нем говорят, его изучают, его практикуют. Так называемые литовские ешипы, которые к Литве не имеют прямого отношения, но они возникли в Литве. Все эти ешипы, начиная с Великого Виленского Гаона, его ученика и прочие, возникли в Литве. И распространились по всему миру. Дальше – это история. Это литовские ешипы. Хасидские распространились в мире и создали свои ешипы, которые называются хасидскими, в которых изучается хасидизм и еще другие вещи. И сефарды – это восточные евреи. Это тоже ешипы, где изучается Тора от начала до конца, вся Тора. И они берут немножко от ешип мусарного типа и от ешип хасидского типа, смешивают это с традициями сефардских ешип, и получается сефардские ешипы. Условно говоря, есть три вида ешип в еврейском мире. Кто-то скажет, нет, не три, а тридцать три, или пять, или пятнадцать. Это не имеет значения. Глобально вот эти три я вам сейчас обрисовал. Я про мусара тоже рассказал и вам дал ответ. Так что, в целом, давайте договоримся, что мир намного лучше, чем мы его видим. Мир прекрасный. И книги мусара прекрасные. И так далее, и так далее. Ешипы литовские прекрасные. И ешипы хасидские великолепные. И ешипы сефардские отличные. Все хорошо. А раз все хорошо, то надо этим пользоваться, надо идти и увеличивать себя, и улучшать себя, и так далее. Что мы стараемся делать? Каждый в соответствии со склонностью его души. Как преподают во всех трех видах ешип. Все доброго, до свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова